Девон Рекс 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 И на нем начинают пиарить породу корниш-рекс. Корнуэльский рекс, что это единственная порода, которая кудрявая. Ну, тут, естественно, нашу мисс Крокс, что это такое? У меня же тоже вот бегает, что это вообще, как это можно вообще? Она пишет этой заводчице, что нет, ничего не знаю, у меня есть такое же животное. Заводчица приезжает к ней, естественно, выкупают этого кирли, потому что ей интересно в разведении посмотреть, что это будет. Они сводят с теми корнишами, которые есть, и не получают ничего. То есть они не получают, хотят с прямой шерстью. Для них это шок, потому что они не понимают, как, ну, этот кудрявый, этот кудрявый, что такое, почему? В итоге методом тыка, возвращением на детей кирли приходит к выводу, что оказывается корниш-рекс и девон-рекс, почему их и назвали потом по-разному, что у них совершенно разные мутации гена. То есть есть деванширский ген, который не преобладает, не доминантный, но и есть корниш-рекс, который доминантный ген. При вязке, допустим, корниш-рекса и девон-рекса, первые котята, первое поколение, они все будут прямой шерстью. То есть кудряшек вы не получите никогда. Стали разводить породу, стало интересно, потому что люди же, они любопытки, им все надо, как бы, да, дальше покопаться. По характеру девон-рекса отличались, скажем так, от корниш-рекса, тем, что корниша это стопроцентная кошка, как по характеру. Они элегантные, они балерины, они знают себе цену. Она когда идет, она на лапке стоит тут, там, она такая статуэтка, да? А эти, они такие вот шахтерские раздолбайки, как это называют. То есть у них эти уши страшные, морда такая побитая, эти какие-то вот лапы такие вывернутые. Какое-то вот неземное существо, которое куда-то швырнули, непонятно, из чего вообще оно было сделано, да? Вот эти вот, смотрите, эти уши, да, которые, в принципе, ну вот как оно в такой голове маленькой, да, вот на вот этой плоской подачечке, как оно тут вот содержится, эти уши, непонятно, да? Шея, вот она сейчас как бы, ну, боится, вот. А так шея очень длинная, тонкая, да? Если смотреть, допустим, на нее, когда она сидит сзади, да, то у нее такой хороший очень паз, такая попа, в виде груши. Никогда не перепутайте корниш рекса с девом рексом. Потому что если котенок или взрослое животное сидит к вам спиной, у них сзади как будто или бабочка села, или бантик одели. Причем такой широкий очень, да, полумесяца. А у корниша ушки стоят куко-осла. Лисоко, длинные и такие узкие. В этом самое главное отличие, как будет по стандарту, когда вы смотрите, чтобы не перепутать, кого вы захотите приобрести. По характеру вот эти, они более собаки. Они более животное, которое надевается на руку, да? Корнишане тоже любят, но они обижаться умеют, да? Не могу сказать, у дувонов сейчас стали появляться особи, которые тоже обижаются, потому что у них очень много было разного влияния других живопород. Но в основном это порода, которые забывают за 5 секунд. Учитывая то, что она сегодня, в принципе, 3 раза уже меняет дом, да, потому что мы с ней путешествуем. Она меня-то знает, в принципе, вот так вот моя прапраправнучка. Она меня видела только, когда я ее актировала. И сегодня второй раз в своей жизни. И, наверное, думает, что это за тетечка, которая меня куда-то все время возит. Но при этом она спокойно себя ведет. То есть они очень стрессовоустойчивы. Очень часто их использовали именно вот в Англии, да, при работе, допустим, с инвалидами. Потому что эта кошка компаньон. Она все время присутствует в вашей жизни. Она все время интересуется тем, что вы делаете. Вот, и это кошка, которая необходима просто детям и людям, у которых не хватает каких-то тактичных, да, вот тактильное надо что-то трогать, потому что она все время рядом. Очень многие сейчас спрашивают, почему такое разнообразие внешности, да, у Девона. Если это одна порода, откуда это все пошло? Если англичане придерживались старого своего стандарта кирли, да, то есть там не разрешены были практически никакие смешения с породами, да, особенно там со сфинцами, со всеми, то американцы стали смешивать то, что больше нравилось людям. То есть это совершенно открытые глаза, это морда круглее, то есть такой baby face, что было у животного. Они стали их смешивать с бурмами, они стали туда примешивать американскую короткошерстную, что дало более массивный костяк британов, что дало круглую голову, да, и поэтому, грубо говоря, сейчас разделяются очень два ярких типа. Американский тип, у которых мордочки приплюснутые, глаза здоровые, но у них часто бывают слезятся глаза, это не из-за того, что животное больное, а из-за того, что там были перемешаны породы, у которых очень маленькие слезные камальчики. Если очень короткая морда, это влечет за собой то, что у него будут все время слезятся глаза. Это практически у всех, да, да, да. Мы вот имеем как бы два совершенно разных типа сейчас на данный момент. Американский и английский. Они рождаются, маленькие дети, как негритята. Вот он когда родился, он просто, вот просто негр лежит. Все равно какого цвета, но он негр. Кудряву вот эти кудри просто невозможно растолкать. Потом где-то полтора месяца у каждого тылона практически, если в нем нет какой-то вот примеси, то они начинают потихоньку лысеять. Почему они лысеют? Скорее всего, что у них было вот эти вот связи с канадскими сфинксами когда-то, да, и они им дали вот эту вот наследственность. Из кудрявых малышей они превращаются, в лучшем случае в примасшурстве. В худшем случае, ну как бы, да, они начинают лысеять по корпусу, у них появляется шапочка, как говорят, кардинала лысая. Вот. И эта шапочка кардинала может где-то длиться до 8 месяцев. Потому что где-то начиная в 5 месяцев и постарше, да, в 3, вот они начинают покрываться опять шерстью, потихоньку, 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 они начинают становиться тем, кем они станут. Но настоящий нормальный покров у них будет где-то в полтора-два года. Когда это будет уже кудри, когда все гормональные эти встали на место. Единственное, сразу предупреждаю, что вот кто занимается именно предельным разведением, должны быть готовы к тому, если кошка рожает, то шерсть у нее меняется. Она может распрямиться, она может быть голой, если жарко, то есть шерсть может несколько так поредеть. Вот. Если холодно, они иногда покрываются наоборот, становятся такими сверхкудряшками. Поэтому как бы в обморок не падайте, потому что это такая порода. Вот почему говорят загадочная порода среди кошачьих. Потому что... Тихо, тихо, Зайка. Ему очень нравится это подститка. Мы с ним разговариваем уже на эту тему. Если как бы вы кастрируете животное, как правило, они покрываются шерстью, и вот у них шерсть такая остается, потому что гормонального вот этого всплеска, то туда-то сюда его не будет. Насчет болезни. Честно, если. Девон Рекс относится, наверное, к одной из тех пород, которые вот если они до двух месяцев выжили, то дальше можете забыть про здоровье вообще. Потому что их потом можно, как один заводчик канадский, который живет в Канаде, сказал, можно бить об стены, мы ничего не будем. Я упала в оборот, потому что я только начинала это все. Как это бить об стены? Вот до двух месяцев он у тебя выжил, перекрестись и забудь вообще, не пихай в него ничего, он будет расти и расти. Английские породы, они в основном имеют группу Б. И когда смешивались Б-шки, ничего не было, все было нормально, они жили, то есть ареал Б-крови никак не влиял на них. К сожалению, когда стали туда примешивать восточников, персидских там кошек, восточноевропейских, то есть различных, потому что надо было как-то работать, появилась группа А. И у кошек пошел резус конфликта. Причем сразу это не было видно, не могли понять, почему иногда котята или рассасываются, или они рождаются и умирают на 3-4 сутки. Очень тяжело было понять это все. Когда потом сообразили, что скорее всего стали сдавать там анализы, что-то ковырялись, смотрели все, и пришли к такому выводу, что антитела начинают убивать котенка, когда они попадают. Причем антитела содержатся только в молозии. Поэтому когда стали рождаться котята, когда еще не было вот этих тестов на группу крови, все, придумали что? Только присосался, сразу брали ватку, начинали промывать попу, да, и смотреть, как он сходил в туалет по-маленькому. Если оно было желтое, ярко-желтое, котят всех сразу отсаживали, потому что значит, начинался процесс разложения печени. Их отсаживали и ждали, пока вот это вот где-то 48 часов, их не прикладывали к маме, пока не перегорит молозиво. Как только молозиво перегорало, их выкармливали, или сами ты выкармливаешь, у нас было тоже такое, к сожалению, да, ты выкармливаешься каждые 2 часа, как мамка их там, все это вот крутишь, вертешь, пока там это все не перегорит у мамок. А потом подсаживаешь, все нормально, но надо успеть, потому что если ты не успел, они насосались, то тогда все, пометы уходили. Потом как бы стали подбирать уже по группам крови, то есть сашки с ашками, то есть это уже пошла работа другая, да, но к сожалению бывает так, что группа крови бывает АБ, и у таких котят, если у него сильный иммунитет к этому, пантитилан, да, он смог выдержать, у них бывает кончик хвоста отпадает, поэтому когда вы, если покупаете ребятенка такого, а как правило их продают без права плевеного разведения, ему все равно, он живучий, он нормальный, он выжил, он переработал эту всю гадость, но к сожалению кончик хвостик у него отмирает. Да вон первое, что он делает, он выходит и смотрит на вас. Буквально если вот через 5 минут, вы делаете вид, что вы не обращаете внимания, все, через 15 минут вы этого не вылешаетесь, потому что он будет у вас везде, он будет вам раскручивать, там, кубовки, в сумке ковыряются, что он там принес, ему будет все равно, кто ты, что ты, как ты, а кто ты вообще взялся, какого ты цвета, потому что вот, они, они очень контактные, поэтому если кто как бы захочет брать животное, вы должны понимать, что вы берете себе машину, мурчашку, дурашку, которая будет везде лазить, она будет везде быть, муняшка, ну такая, в общем, это кому как нравится, да, они все разные, да, вот этот другой представитель, породы, другого цвета, если там мадемуазель была рыжая, да, красная, как говорят, правильно, вот, вот оно только что спало, да, вот ему как-то все равно, он спал, он не спал, как бы, да, потому что вот, это вот ему 3 месяца, иди сюда, вот она муха, вот вставай назад, сколько народ пришло, ты посмотри, видите, вот это вот, во-первых, здесь еще очень окрас влияет, потому что в зависимости от окраса, морда может шире становиться, а может становиться уже, если белая окраса, вот смотрите, зайка, прости, вот если белая окраса, вот у него такое, туповато немножко, да, выражение лица, ну вы видите, потому что у него, оно окрашено правильно, как бы, вот из всего помета, наверное, ну, надо же, закрою маму мушу, чтобы он не слышал, но у него все время такое выражение, что при рождении было, да, вот, и главное, что ребенок абсолютно, вот смотрите, может и с ним делать, на самом деле, вот все, что хочешь, и они терпят, не то, что терпят, им это нравится, потому что, это совершенно, я вот, ну вот просто, сейчас покажу, вот смотри, слушайте, вот это нормальное состояние, он все время хочет, то есть, вот у него, вот не закрывается, не вольга, в принципе, у всех дым он, на самом деле, не очень постраивается, нет такого, а, у меня кошка, вот это у вас кошки такие, да не у меня такие, ложки, это работа, да, это вы с ним работаете, он принимает вашу игру, если вы сказали, ты главный в доме, ты главная кошка, ну получи, давай в 4 часа есть мне, играй со мной, иди, давай в 5 час, переверну горшок, и не убирай, все, и вы попадаетесь на это, потому что, ну конечно, хорошенький, веселее, траляля, нет, ни в коем случае, строго, работаете строго, через месяц, вы получаете результаты, да, окрасы у Девонов признаны любые, вот до того, даже количество белого, в отличие от разных пород, да, у них разрешены разные, у них есть и лиловые, голубые, все это естественно пошло от влияния, допустим, тех же британок, когда им стали вливать голубой цвет, получили голубые у Девона, да, вот это все, селекционная работа пошла на окрасы еще, самая крутая шерсть, это у трех окрасов, это черный, белый, да, это вот и природники, которые пятнистые, многим не нравятся, когда, как дворовый, поймали там на помойке, да, типа того, но у них самая хорошая шерсть, у них самый хороший завиток, бывает, что белые там темные могут быть где-то, уступают по типу, сейчас, сейчас слава богу, многие заводчики уже отработали это, и там животные очень красивые, многие спрашивают, какие там популярные, не популярные, это все зависит от вас, вы когда увидели котенка, да, вот он вам чем-то понравился, это вот, связь ваша именно котенка, все равно, какого он окрасок, я всегда говорю, когда вы хотите приобрести животное, прежде всего, вы смотрите на тип, на стандарт, смотрите, похож он на свою породу, или нет, да, потому что, прежде всего, вы должны построить дом, а потом его уже красить. Благодарим Юлю, за интересное. Спасибо. 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 Продолжение следует...